На этой неделе в нашей стране стартует всероссийская перепись населения. Она начнется 15 октября и продлится до 14 ноября. Особенность нынешней кампании, ее практически полная цифровизация. На 33 вопроса переписного листа можно будет ответить в том числе с помощью электронных сервисов, таких как порталы госуслуг или МФЦ. Подробности в материале нашего корреспондента. Нынешняя перепись населения станет для нашей страны третьей по счету в современной истории и 12-й за все время. По традиции масштабная перепись проводится раз в 10 лет. Именно этот временной промежуток рекомендован международным сообществам и в первую очередь Организации Объединенных Наций, в которую входит и Россия. Перепись населения по международному признанию является одним из главных источников получения информации, актуальной информации не только о численности проживающего населения в регионах, в стране, но и о качестве жизни населения государства. Получая эту информацию, государство имеет возможность скорректировать любые программы социально-демографического в первую очередь развития. Переписная кампания этого года будет иметь ряд особенностей. В первую очередь она будет отличаться практически полной цифровизацией. Так принять участие в переписи можно будет тремя разными способами. Во-первых, на портале Госуслуг. Это можно будет сделать с 15 октября по 8 ноября. Для этого нужно лишь иметь актуальную учетную запись. Еще один способ – традиционная встреча с переписчиком, который придет к вам домой. Но есть и третий вариант. Можно прийти на переписной участок. Будут работать переписные участки на всей территории Тверской области. Их всего 380. В областном центре 126. В ходе переписи этого года будут использоваться три бланка. На первом – вопросы, касающиеся пола, возраста, гражданства, владения языками, место рождения, национальности, образования, нахождение в браке, количестве детей, источников средств существованию, занятости. На втором бланке у вас узнают тип жилого помещения, в котором вы живете, время постройки дома, общую площадь квартиры или дома, количество комнат и виды благоустройства. Третий бланк – для временно находящихся в России иностранцев. В нем семь вопросов, в том числе о цели приезда в Россию и продолжительности проживания на территории страны. Перепись начнется уже на этой неделе, в пятницу, 15 октября. Впрочем, пока не все жители столицы Верхневолжья знают об этом. Знаете, что в этом году перепись населения будет? Не будем. Почему? Какая нам разница? Перепись населения знаете об этом? Да. Планируете участвовать? Конечно. Да, знаю. Планируете участвовать? Ну, конечно. На ваш взгляд, почему важно вообще принять участие, насколько важны такие мероприятия проводить в нашей стране? Затрудняюсь ответить на данный вопрос. Может быть, чтобы посмотреть, как у нас в стране проходит, ну не проходит, а какая демография все-таки, порождаемость. В этом году перепись населения будет проходить, 15 октября стартует. Знаете вообще об этом? Нет. Не знаете. Ну, участвовать планируете, если к вам переписчик придет домой? Если это не сильно нас затруднит. Да. Планируете участвовать? Конечно. На ваш взгляд, что важно такие мероприятия вообще проводить? Зачем они нужны? Молодой человек, это дело государственное. Каждый государственный должен знать, сколько у него есть населения. Добавим, что узнать переписчика, который придет к вам домой, можно будет по отличительным признакам. Это синий шарф и голубой жилет с символикой переписи. Удостоверение, которое действительно только при предъявлении паспорта. А также планшет и портфель с надписью «Росстат». Узнать своего переписчика можно по номеру телефона вашего переписного участка. Или позвонив на горячую линию плюс 7 800 707 20 20.